Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия Саяна, находящегося в стране с рабочим визитом. Глава нашего государства тепло приветствуя гостя с удовлетворением отметил укрепляющееся конструктивное партнерство Узбекистана с ООН и его структурами. Одним из важнейших направлений которого является сотрудничество в области защиты прав человека. По итогам визитов в нашу страну Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада Аль-Хусейна и специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеда Шахида осуществляются дорожные карты, направленные на обеспечение гарантии прав и свобод человека, расширение международного диалога в этом направлении. Узбекистан является участником более 70 международных документов в области прав человека, в том числе 10 основных договоров Организации Объединенных Наций. В ноябре прошлого года в Саварканде впервые проведен Азиатский форум по правам человека. Парламентом нашей страны также принята национальная программа по реализации декларации ООН об образовании и подготовке в области прав человека, предусматривающая повышение знаний работников судебно-правовой сферы. Одной из ключевых задач в рамках стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах является обеспечение независимости судей и адвокатов посредством внедрения международных стандартов в судебно-правовую сферу. В частности, создан новый орган – Высший судейский совет. Внедрена практика назначения судей на длительные сроки, а также публикации судебных решений. Важное значение придается расширению применения механизмов хабиос-корпус и электронного правосудия. Особое внимание уделяется обеспечению независимости и укреплению роли адвокатов. Повышается роль палаты адвокатов. На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях взаимодействия. Обсуждены аспекты дальнейшего усовершенствования законодательства и проведения совместных мероприятий в судебно-правовой сфере. Специальный докладчик Совета ООН по правам человека выразил искреннюю признательность президенту Республики Узбекистан за теплый прием и организацию насыщенной программы пребывания. Диего Гарсия Саян дал высокую оценку инициированным главой нашего государства реформам, нацеленным на развитие гражданского общества через механизмы прямого диалога государства и народа, укрепления законности и верховенства права, обеспечения справедливого правосудия. Высокий представитель ООН подтвердил готовность к продолжению конструктивного взаимодействия и оказанию практического содействия в продвижении демократических преобразований в Узбекистане. Мы провели очень конструктивную встречу с президентом Узбекистана. В ходе визита убедились в том, что в республике за последние три года осуществлены очень позитивные шаги в сфере совершенствования системы судопроизводства, обеспечения независимости судебной власти. Мы озвучивали рекомендации и руководством страны они были позитивно восприняты. Диалог сегодня он впечатляет, потому что охват затрагиваемых тем очень широкий. Мы обозначили точные рекомендации, которые позволят поддержать уже предпринятые шаги. Совместная работа будет вестись и дальше. Внедрение ИКТ в процесс отправления правосудия с целью обеспечения независимости судей – это очень важно, потому что все это в итоге будет позитивно содействовать судебному процессу и достижению его прозрачности. Важным аспектом является то, что у общественности появляется возможность ознакомиться с решениями, которые приняты судебными органами. И еще очень важно для обеспечения верховенства закона и транспарентности – то, что люди могут видеть позицию представителей судебной власти. Кроме того, это может стать механизмом предотвращения коррупции. Я пребываю в вашей республике уже 8 дней. В ходе встреч, диалогов взял для себя много нового. У меня была возможность посетить Самарканд, Фергану, Бухару. Время пребывания в вашей стране было очень конструктивным и позитивным. От общения не только с членами правительства, судебно-правовых, юридических органов, но и с представителями средств массовой информации, с гражданским обществом, которое напрямую общается с людьми. Спасибо всем. Спасибо Узбекистану. Спасибо всем. Спасибо Узбекистану.